Доктор, скорее узнайте его уровень молочной кислоты. Это вам о чем-то скажет? По уровню молочной кислоты я определяю, болен ли мой сын и насколько серьезная у него инфекция. Хорошо, доктор Миликин. Я не доктор и никогда этого не утверждала, но я мать и хорошо знаю своего сына. Он несколько раз едва не умер у меня на руках. Мне кажется, здесь нам не оказывают подобающую медицинскую помощь. Обычно Шону ставят капельницу и вводят большое количество антибиотиков. Его только привезли. Я не врач, но мой сын болен. Немедленно прекратите. Не нужно заявлять, что вы лучше знаете своего сына, а мы ничуть о нем не заботимся. Не желаю этого слышать. Ему даже не сделали анализы. Откуда вы знаете, что с ним? Я видел тысячи подобных случаев. Понятно. Ваш сын ничем не отличается от остальных. Ясно. Пусть для вас это и не так, но для меня он особенный. Вы нисколько ему не помогаете. Мы не видели его несколько месяцев. Да. Шон не соблюдал диету. Ладно. Он не похудел. Согласна. Что значит согласны? Вы убиваете сына и обвиняете других в том, что ему не помогают. Неправда. Вы ему вредите. Вы опасны для него. Согласна. Согласны? Да, я опасна для своего сына. При этом считаете себя компетентнее врачей. Я такого не говорила. Больше ничего не желаю слышать, ни про какие анализы, антибиотики или особое лечение. Ясно? Хорошо. Когда закончим свою проверку, взвесим Шона и узнаем, не набрал ли он вес. Судя по всему, набрал. В этом случае придется установить новые правила. Вам понятно? Да. Все уяснили? Я совсем согласна, лишь бы сыну стало лучше. Ваш сын поправится не благодаря, а вопреки вам. Согласна. Я этого не отрицаю. Договорились. Шон, чтобы подстраховаться, мы введем вам антибиотики. Поговорим, когда получим результаты. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok